Привет! В эфире программа Точка.ру, программа, где мы рассказываем вам о самых передовых технологиях в мире интернета, делимся успехами самарских инновационных проектов и следим за актуальными новостями и событиями в социальных сетях. И здорово, что вы с нами! Сегодня в программе Снежная Самара, ночь, вокзал, поезд, компьютерная мышь в сандалии, самая популярная знаменитость в инстаграме, кто, шторм года в Сочи, чудесное спасение котика, все это и многое другое прямо сейчас. Нежная такая снежная. Самару накрыл белый снег, которого все так долго ждали. Хэштеги «Снежная Самара» и «Снег в Самаре» набирают обороты. Ну, а мы выбрали самые атмосферные фотографии красавицы Самары. Снег кружится, летает, летает и поземкою клубя. Заметает зима, заметает все, что было до тебя. Самарский фотограф Максим Камышев не испугался морозов и покрова ночи и отправился на железнодорожный вокзал за восхитительными снимками. Ночь, вокзал, поезд, снег, зима, красота. Музыка Старшеклассник Сергей Халявин из города Кушево Свердловской области изобрел компьютерную мышь для людей без рук. Он вмонтировал плату и кнопки управления в сандалию. Устройство оснащено светодиодной лентой, чтобы его можно было быстро найти в темноте. Молодой человек объяснил, что так он решил помочь своему другу, который не может работать на компьютере руками из-за проблем со здоровьем. Теперь школьник планирует сделать мышь беспроводной и установить в нее аккумулятор. Официальных предложений по внедрению устройства в производство к Сергею пока не поступало. Музыка Российский институт развития интернета приступил к масштабной реализации проекта по развитию телемедицины. Президент России Владимир Путин в послании федеральному собранию поручил в течение двух лет подключить все российские больницы и поликлиники к высокоскоростному интернету. Это позволит врачам даже в отдаленном городе или поселке использовать возможности телемедицины. Быстро получать консультации коллег из региональных и федеральных клиник. Декабрь. Время подводить итоги. Вот и Инстаграм составил рейтинг самых популярных аккаунтов. В топе актеры и спортсмены, музыканты и селебрити, но рекорд этой девушки пока не удалось побить никому. Американскую певицу, актрису и посла доброй воли Международного фонда помощи детям Селену Гомес читают 103 миллиона человек. Причем Селена очень редко что-то выкладывает раз в 3-4 месяца, собирая как минимум по 3 миллиона лайков. Чем вызван такой интерес к молодой звезде, непонятно. В списке звезд на втором месте певицы Тейлор Свифт и Ариана Гранде. У них по 90 миллионов подписчиков. R&B-певица Бейонсе и светская левица Ким Кардашьян на третьем месте. У них в среднем по 88 миллионов читателей. Среди мужчин популярны певец Джастин Бибер, футболист Криштиану Роналду и актер Дуэйн Джонсон. Российским знаменитостям пока далеко до западных коллег, однако лидеров по количеству подписчиков можно сейчас назвать без труда. Это рэпер Тимати, актриса Анастасия Самбурская, телеведущие Ольга Бузова и Ксения Бородина, певица Вера Брежнева, комик Павел Воля и Иван Ургант. Главным инстатегом в мире в 2016 году стал лав, любовь, а в топе русскоязычных хэштегов Москва, лето и красота. Самым популярным эмодзи в российском сегменте инстаграма стала пиктограмма сердечко. Ну а мне непременно хочется похвалиться и инстаграмом телеканала Самара Гиз. Сотни просмотров, комментариев и лайки, и даже от российских знаменитостей. Подписывайтесь на наш аккаунт и будьте в курсе всего самого интересного. 3 декабря на Сочи обрушился сильный ураган. Из-за сильного ветра были задержаны более 20 авиарейсов. С большими проблемами передвигался и железнодорожный транспорт. На море разыгрался шторм. Волны достигали высоту почти 5 метров. Сочинцы назвали разгул стихии штормом года и опубликовали в сети несколько тысяч фото и видео. Мир не без добрых людей. В городе Златоуст Челябинской области мужчина и женщина спасли кошку в лютый мороз. На улице на секундочку было минус 35. Котейка примерзла к земле. Животные полили горячей водой, завернули в полотенце и отвезли к ветеринару. Ролик появился на ютюбе неделю назад и уже набрал почти миллион просмотров. Сотни комментариев со всего света с благодарностями и восхищением летят к авторам видео. Судьбой котика интересовались все и многие хотели его забрать. Неравнодушных не было точно. И вот на днях семья Барановых поделилась еще одним роликом, где видно, что спасенный котик жив, здоров и нашел себе новую семью. Семка, лапки у него зажили, все нормально, лечим. И уральские мужики способны тоже на добрые дела. Девушки тоже нужны, по чем Сергей? Девушки уральские вообще, про них даже лечи нет. Трехлетний мальчик Бат из Портленда и его пес по кличке Риган стали настоящими звездами социальных сетей. Собаку взяли из приюта и она ни на шаг не отходит от своего маленького хозяина. Мальчик и его питомец все делают вместе, а родители весьма творчески подходят к созданию снимков. Мама Сэнди собирает снимки сына и собаки, чтобы выпустить детскую книгу, все средства от продажи которой пойдут на благотворительность. В сети появилось видео с голубем, который шагнул с крыши и не раскрыл крылья. Пользователи решили, что птица устала от жизни и придумали десятки роликов. Птица прыгала и под композицию группы «Лесоповал» «Был пацан». «Был пацан и нет пацана, без него на земле весна». Кроме того, голубя сделали героем фильма. «Я сейчас прыгну!» «Фил, спускайся оттуда!» «Что ты там делаешь?» «Будь благоразумен!» Где и кем был снят оригинал видео, неизвестно. Из него не ясно. Действительно ли птица не успела расправить крылья после прыжка? На сегодня все. И помните, друзья, главное, чтобы интернет приближал вас к миру, но не отдалял от жизни. Мы всегда рады вашим лайкам, комментариям и репостам. Подписывайтесь на наши странички в социальных сетях, интересные фото, актуальные новости и телевизионная кухня. Итак, наш сайт, твиттер, инстаграм, группа ВКонтакте, фейсбук и канал на ютубе. Смотрите нас через приложение на своих смартфонах и планшетах. Присылайте свои новости в наши группы. Всем лайк. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok